Друзья, всем привет, с вами Будда Гришна. Сегодня читаю о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осадила и разнесла своего рода Пугачева после ее высказываний. Вы знаете, что она написала, бог, так сказать, терпелив, но что-то там, в общем, в этом духе. После искажения фактов о, значит, ракетах, они это делают уже не первый раз. Они это постоянно делают с агентом Галкиным, потому что газы Донбасса для них не существует. Для них существует только то, что удобно и выгодно для заокеанских хозяев. Вот что пишут агентства ТАСС. Захарова ответила певице Пугачевой, которая ранее прокомментировала, значит, относительно ракет ситуацию. Мне кажется, бог, говорит Захарова, без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется. Не Тимошка видит немножко. Значит, друзья, что хочется сказать. Вы знаете, Мария Захаров всегда очень четко, очень точно, значит, делает очень четкие, очень точные замечания относительно всех этих ситуаций. Я очень люблю читать ее публикации и с большим уважением к ней отношусь. Вы знаете, ведь на самом деле, чего Пугачева вызывает к Богу, я не могу понять. Она с Ткачевым тогда, батюшка Ткачев, сказал, что воздух очистился, а она уехала. Ведь как он был прав тогда, когда он это сказал? Она сказала, ты, я приду к тебе помолиться за тебя, богохульник. Хотя он говорил о ней и не о Боге. Но, наверное, она такого о себе мнения. Теперь она опять здесь пишет. Бог терпелив, так сказать, но там не вечно или не постоянно, что-то такое она написала. Это не может длиться там вечно или долго. И опять она взывает. Вы знаете, друзья, дело все в том, что предел, предел, вот он написал как, но есть предел. Я еще раз скажу, друзья, что предел тому, что они творят, он тоже есть. И очень бы хотелось, чтобы он, все-таки мы его увидели, этот предел. Потому что для них сейчас ощущение, что можно поливать грязью всю страну несколько лет, и никакого предела нет. И еще грозить России, некоторые, например, СМИ вышли с заголовками «Пугачева призвала Бога наказать Россию». Вы знаете, это настолько смешно и лицемерно, с моей точки зрения, когда люди, не сделав ни одной публикации о Донбассе и Газе, сидят и вещают о патриотизме в Израиле, убегая на второй день, как пишут СМИ, на Кипр, от сложной ситуации там, и выкладывают фото, значит, соответствующие, значит, с соответствующими надписями относительно тех мест, где нужно это сделать, оказывая психологическое воздействие на своих подписчиков России, с целью, как мне кажется, дестабилизации обстановки. Потому что они это делают на русском языке, они делают это для того, чтобы граждане России, я считаю, которые подписаны на них в социальных сетях, как говорил зам директора ЦРУ Бёрнст, агенты влияния числа публичных людей, посмотрели, ужаснулись, сказали, что творится, что делает моя страна. Вот для чего это сделано. Искажение фактов, перевирание, а в конечном итоге влияние на внутрироссийское настроение и обстановку. Мы едины, мы слились в едином порыве, и хочу сказать, что они будут все делать таким путем, для того, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. Но мы должны каким-то образом, я считаю, защитить себя от таких людей. Поэтому Мария Захарова, я считаю, абсолютно правильно говорит, что здесь без Пугачевой разберутся. Если она выбрала жить в другой стране, она уехала, это ее выбор, это выбор любого человека. Ну, решил человек вот так поступить, быть предателем. Но это его выбор. Это его выбор. Но поливать грязью, говорить, нормально люди туда не поедут, я считаю, что это очень низко. И самое главное, все уже сейчас видят, что идет абсолютная отработка. Я сегодня читаю, открою, Рамблер пишет, какой-то эксперт озвучивает, или музыкант там, я не читал, что, скорее всего, отработка заказа, конечно, идет, потому что иначе бы они не молчали. Если боль людская для них одинаково, инагент Галкин или Пугачева опубликовали бы что-то и о Донбассе, и о Газии, и о чем-то еще. Они молчат, они молчат, потому что они боятся, что они все заберут там. Вот и все. Им надо балансировать, чтобы и здесь, и там, и в нужный момент, и туда, и сюда. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз скажу, приглашаю вас на свой уже основной канал, наверное, Будда Гришна, новости в Телеграм. Там новости, видео мои, значит, о политике, которых здесь нет, личные какие-то видео, все там. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Переходите. Обязательно подписывайтесь. Приглашаю вас на свой сайт www.buddegrišna.com для бизнесменов и предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите мое видеообращение, пишите, заинтересует. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok